Здравствуйте, это программа нефти и ее ведущий Лжас Байдельдинов. Несколько программ мы посвятили тому, что сейчас происходит в мире с климатом, с климатическими изменениями, с углеродным налогом, который Казахстану грозит миллиардными потерями. Ну и в том числе сегодня мы поговорим о том, что же такое торговля выбросами, с чего нужно начинать, как ее нужно развивать в Казахстане. У нас в гостях Эрик Танаев, президент того товарной биржи Каспии. Эрик, приветствую. Приветствую, Лжас. Да, давно не виделись. Ну, давайте, наверное, сначала с общих каких-то таких позиций. Углеродные выбросы, все, что вредит экологии и так далее. Что это такое, с чем его едят? Ну, может кто-то действительно ест, да, с этими выбросами спит. Что это такое, что вот о чем сейчас в мире говорят? Углеродные выбросы, выбросы СО2 это сопутствующие выбросы в атмосферу от сжигания топлива. Ну, основное, которое, как доказали ученые, влияет на глобальное потепление. То есть антропогенные выбросы в атмосферу, они влияют и ежегодно уровень средней температуры воздуха на Земле повышается. И вот последнее подписанное соглашение в 2015 году, да, которое было, Парижское соглашение разработано, но по нему страны договорились, что должны достичь повышения не больше двух градусов, а лучше полтора градуса. То есть тогда глобальное потепление можно как-то приостановить. Вот, поэтому практически все страны подписались под этим Парижским соглашением, Казахстан тоже ратифицировал в 2016 году. Вот, и должны направить все свои меры и действия на снижение, на сокращение выбросов. Ну, то есть это Парижское соглашение, это основополагающий, скажем так, документ, в рамках которого все страны вот двигаются. Да, после Киотского протокола в рамках Рамочной конвенции об изменении климата, этот документ был подписан и ратифицирован многими странами. Да, все время, когда говорят о глобальном потеплении, все время хочу пошутить, что вот в Нур-Султане неплохо было бы, чтобы оно пришло и подольше содержалось, особенно зимой. Ну вот, говорили о цифрах, вот, да, немного перед передачей, вы затрагивали, что мы сейчас, в 90-м году, у нас такое-то количество было, да, там, вот эти цифры на фронте? Да, Казахстан, когда ратифицировал Парижское соглашение, заявил, что к 90-му году мы сократим 15 процентов, а к 30-му году сократим 15 процентов к уровню 90-го года. В 90-м году Казахстан выбрасывал порядка 383-86 миллионов тонн. Если мы возьмем последние доступные цифры, это 2018 год, то 401 миллион тонн выбросов. То есть мы уже превышаем уровень 90-го года, а нам нужно сокращать 15 процентов. Поэтому сейчас необходимо принимать какие-то действия, 10 лет осталось, и наши цели далеко еще не достигнуты. Ну, то есть мы отдаляемся от той цифры, которую должны. Вот у меня по цифрам всегда вопрос, вот в предыдущих передачах мы тоже об этом говорили, про углеродный налог, да? Вот эти выбросы, вот эти цифры, кто их считает? Насколько они адекватны, скажем так? Выбросы, я считаю, подведомственные организации Министерства охраны и куражей среды ежегодно. Да, Минэкологии ежегодно считается. Проводится национальная интервизация выбросов парниковых газов. И эта интервизация, результаты отправляются в РККОН. Там проверяются расчеты. Каждые три года группа экспертов международных приезжает и проверяет уже у нас на месте, как мы проводили расчеты. То есть откуда брали первичную документацию, там топливный баланс берется, сколько было сожжено топливо. То есть все решения появляются. Поэтому доверие должно быть, ну, хорошее к этим цифрам. Ну, то есть это в целом адекватные цифры. Плюс-минус может быть, как бы, но не менее, чем вот этих... Ну, то есть мы сейчас в год больше 400 миллионов CO2 выбрасываем, загрязняем в атмосферу. Да, CO2 имеется в виду такой вообще... CO2 эквивалент, да, куда входят все. Да, да, да. Ну, вот я прочитал там вкратце вот это Парижское соглашение, насколько я там мог его загуглить, да? Один вопрос. Если страна его не исполняет, тогда что? Ну, для страны это, во-первых, это международный... ну, авторитет на международной арене. То есть если страна заявила, сильных, как бы, каких-то юридических моментов нету, но большей частью это будет бить по экономике стран, по экспортируемым продуктам. То есть для Казахстана это экспорт, в первую очередь, пострадает. И финансирование, да, получается? Да, финансирование, конечно, как уже многие глобальные финансовые институты заявили, что они не вкладывают уже в проекты, которые связаны с грязными технологиями, да? То есть все финансирование будет направлено только на экологически-френдли проекты. Поэтому если у нас, мы как страна, как отдельно взятые предприятия, не исполняем нормы и принятые на себя обязательства, то, соответственно, нам будет закрыт доступ к мировым финансам. Ну, то есть постепенно-постепенно будут такой доступ к кислороду перекрывать, если страна не будет выполнять вот эти рамочные, да? Да, либо это будет настолько дорого, что просто будет невыгодным пользоваться этими финансами. Про компании только что поговорили, да? Ну и вот этот возврат к цифре, да? Понятно, наверное, всем, кто более-менее что-то понимает в экономике и промышленности, кто основные загрязнители. Ну, примерно какие цифры? Вот мы сейчас вот такую картинку поставили, это, кстати, не казахстанский завод, это вообще обобщенная картинка, да? Ну, кто основные загрязнители? Это заводы крупные, там, не знаю, население. Ну, вот в Алма-Ате же все время спорят, там, ТЭЦ загрязняет или транспорт загрязняет? Ну, основные выбросы – это энергетика. То есть, если мы возьмем нашу систему квотирования, систему торговли квотами, она делится на субъектов квотирования, то есть те, кто… выбросы компании, которых ограничиваются, и субъекты администрирования – это те, кто… ну, остальные все – компании, предприятия, люди, домохозяйство. Вот, и 169 миллионов тонн, которые покрываются системой торговли квотами, вот, основную часть – это энергетика. То есть, порядка 90 миллионов тонн выбросов – это энергетика. Энергетика – это имеется в виду электроэнергия, теплоэнергия, угольный ТЭЦ в целом. Да, да, да. На втором месте нефтегация. Да. Вот, теперь вопрос. Допустим, какой-то ТЭЦ там диагностировали, скажем так, что вы загрязняете вот на такой-то объем в год. Они могут снизить это, я насколько понимаю, за счет каких-то новых технологий, во-первых. Во-вторых, это так же, как, например, в нашем экологическом кодексе, какие-то компенсационные меры, да. Ну, условно там, я не знаю, 20 гектаров леса посадить. Вот первое, с технологиями, это да, наверное, понятно, с компенсационными мерами это работает здесь так же, да, или? Да, экологическим кодексом, который, кстати, вступает в силу с 1 июля этого года, предусмотрен механизм так называемого офсетные проекты. То есть, компания может реализовать проект вне своих границ предприятия, условно построить ветроэльтерстанцию, либо деревья посадить, да. Оформить этот проект, посчитать, сколько они сократили выбросов СО2, и этими компенсациями закрыть тот дефицит, который образуется у него. Либо продать, и вы на вырученные средства, там, инвестируете в модернизацию. Ну, вот как раз плавно подходим, наверное, уже ко второй половине, да, вот продать, прозвучало слово. Теперь вопрос, вот эти выбросы, СО2, я, насколько знаю, в Европе есть там достаточно высокий уровень цен по ним, да, уже торговля более-менее запущена. В Казахстане сколько это стоит, вот, ну, и вообще, просто вот такими какими-то общими словами, да, чтобы было понятно. СО2, вот, на основании чего вообще эта цена рассчитывается, то есть, кто ее подсчитал в мире? Ну, это законы рынка здесь работают, то есть, уровень спроса и предложения. Ну, то есть, это рыночный товар, скажем? Ну, и экологическим кодексом, и во всем мире признан выброс СО2, это товар, прижаренный товар, да, то есть, и цена формируется на уровне спроса и предложения. Понятно, в Европе цена сейчас уже, там, за 50 евро, она также начиналась, там, с евроцентов, с 50 центов, там, 2 евро, скакала первые несколько лет вверх-вниз, но последний год она устаканилась на районе 52-53 евро за тонну СО2. У нас в Казахстане, конечно, цены с цифрой поменьше, мы только в начале этого пути, но последние где-то 2 года она сформировалась на уровне 500 центов за тонну СО2. Ну, то есть, в сколько, в 10 раз ниже, да? Ну, в 50 раз ниже. А, в 50 раз ниже, да. Ну, смотрите, получается, если вот 50 евро, это в Европе цена на тонну СО2, мы больше 400 миллионов выбрасываем, то есть, в эквиваленте, это мы, там, почти 20 миллиардов долларов, да, выбрасываем, это примерно такой объем рынка, получается. Ну, да. Ну, солидная сумма, конечно. Так, давайте теперь к более таким тяжелым, да, отраслевым. Есть отрасли, которые загрязняют, ну, вот, там, подчеркнули, да, выработка электроэнергии, выработка теплоэнергии. В будущем чем им это грозит, если они не укладываются вот в эти рамочные, там, цифры, да? Да, вот экологическим кодексом предусмотрены квоты, которые получают предприятия, вошедшие в систему торговли квот. К каждому предприятию, ну, выделяются определенные. Сейчас, ну, до текущего момента выделялись эти квоты бесплатно. Вот, хотя экологическим кодексом предусмотрена часть этих квот выдавать не бесплатно, а через аукционы, то есть платно. В Европе они к этому уже перешли давно, то есть, особенно те, особенно электростанции, они получают практически все квоты путем аукционирования. И вот эта цена 50 евро, она сложилась на вот этих аукционах, которые проводит государство и реализует эти квоты. Вот, у нас пока это бесплатно получают. Единственное, что получают они не все 100%, они получают за минусом 1,5%. У нас вот и в экологическом кодексе это уже закреплено, что мы к 30-му году мы должны снизить на 1%, соответственно, ежегодное снижение в 1,5% должно быть, как к 90-му году. Вот, поэтому недостающие квоты компании должны будут либо купить где-то на рынке, либо провести какие-то мероприятия и сократить все выбросы. Ну, то есть, вот эти 15% мы должны на 1,5 года, там, условно, каждое предприятие сокращать свои выбросы, чтобы вот уложиться в эти цифры, да? Да, да. Ну, к Европе опять возвращаясь, эти 50 евро, конечно, мне все-таки так не дают покоя, но у них ведь другая ценовая реальность, скажем так, да? То есть, ну, вот мы перед передачей вот смотрели вот эту таблицу, там в районе, в Германии, если не ошибаюсь, 160-180 тенге стоит киловатт электроэнергии для домохозяйств. Ну, у нас это там меньше 20, то есть у них там почти в 8 раз больше. Вот это как соотносится между уровнем, там, цен на энерготеплоносители в стране, да, и вот этим выбросом? То есть, понятно, что мы не сможем подтянуть там какой-то европейский уровень, но у нас, там, не знаю, через 10-20 лет, наверное, эти уровни на выбросы также приблизятся к мировым, да? Да, ну, цена за единицу CO2, за квоту, она должна повышаться, потому что основная идея, да, введение системы торговли квотами, это стимулировать тех, кто сокращает выбросы, и тем самым, сокращая выбросы, они могут продать высвободившиеся излишки квот и компенсировать свои затраты на модернизацию. Поэтому текущий уровень цен в районе 1 евро, да, за тонну, она, скажем так, не покроет даже, ну, в большей части расходов на модернизацию, ну, просто, как бы, сопутствующий эффект дает. Вот, и поэтому при увеличении доверия к системе, при увеличении, ну, не знаю, общественного сознания, понимания системы торговли, и что нужно сокращать, цена, я думаю, все-таки будет стремиться вверх для, ну, она будет более рыночной и более понятной. Вот, при текущей цене, если мы возьмем, вот, 500 тенге за тонну СО2, да, вот мы смотрели с вами, в том же тарифе, она будет занимать где-то порядка полтенге 50 иинов на 1 киловатт электроэнергии. То есть, в принципе, это не такая большая цифра. Если, условно, цена будет стоить в 10 раз дороже, не 500 тенге, а 5 тысяч тенге, да, но, то будет 5 тенге в 1 киловатте, это плата за квоту. Ну, а если до европейских уровней, это где-то там 25, да, мы считали. Ну, это уже too much пока что для нас. Да, я вот нашим зрителям скажу, сейчас, когда что-то я встречаю по теме экологии, да, вот, ну, там, Европейский Союз что-то внедряет, уже там мысленно можно перекреститься, потому что это в будущем означает, что все будут платить больше денег. Но вы помните инициативу про пакеты, в итоге все пакеты в супермаркетах стали платными, да, вот, если сейчас экстраполировать вот те вещи, о которых мы сейчас говорим, да, что вот страна начнет продавать или там торговать или будут там в какой-то мере штрафовать, допустим, страны за вот невыполнение вот этих климатических соглашений, ну, вот, смотрите, 50 тын в стоимости киловатт-час, это будет сейчас условная такая стоимость вот этого выброса, да, от СО2. Если это будет уровень европейских цен, то вот эти 0,5 тенге, они вырастут там до 25 тенге, да. Ну, я очень боюсь сейчас все, что говорят про экологию, потому что вот, ну, в прошлой передаче, может быть, видели, да, там, спикер хорошую фразу произнес, что экология становится бизнесом. Вот, ну, другой фразы как бы здесь трудно подобрать. Я, насколько знаю, из презентации, которую вот вы отправили, в Казахстане уже есть эти торги, да, они там несколько лет проводятся. Что там происходит, как это происходит вообще в целом? Ну, нашим законодательством предусмотрено два вида заключения сделок. Это на организованном рынке, да, на товарных биржах, либо это OTC, то есть прямые сделки между природопользователями. Вот, покупать, продавать квоты могут у нас только те компании, которые вошли в национальный план распределения квот, то есть те компании, которые находятся в системе квотирования. Это порядка 140 предприятий Казахстана, ну, локомотивы нашей экономики, да. Вот, для того, чтобы купить или продать квоты, они могут либо найти на рынке, то есть позвонить, я не знаю, да, тем же предприятиям, и уточнить, есть ли квоты на покупку или продажу, либо обратиться на товарную биржу, заключить договор с брокером и предоставить ему, чтобы он нашел на рынке квоты на покупку или продажу. Ну, то есть сейчас эти сделки уже есть, они идут? Все эти происходят, то есть с 2014 года торги начались на товарной бирже, потом был период модернизации системы торговли, то есть на 2-3 года приостанавливался система торговли квотами, и вот последние, с 2018 года она опять возобновилась, но торги прошлые, ну, где последние два года идут. Ну, сделок немного, то есть не так много компаний, испытывающих дефицит и профицит, то есть потому что у нас многие препятствия, они практически, ну, 100% получили объем квоты, и поэтому особо нет. Вот, единственное, что за прошлый год, хотя у нас и наблюдалась, да, пандемия, вроде кризис, но энергетика, выработка электроэнергии, она увеличилась, и энергетики испытывают дефицит квот за прошлый год, поэтому сейчас основной активностью это энергетики проявляет на рынке. Ну, люди сидят дома, потребляют, наверное, больше электроэнергии, я думаю, наверное, может, с этим связано. Так, давайте перейдем к любимому вопросу, который обычно у нас сращает всех, то есть, да, ну, вот там соседи там двигаются лучше, там Жортамбалары всегда лучше, там Узбекистан нас опережает. По другим странам, нашим соседям, как ситуация? Ну, Россия, допустим, там, Каспийские наши страны, Южные наши соседи? Ну, в принципе, если, допустим, лет 7 назад Казахстан, можно сказать, был локомотивом в этом, в нашем регионе, да, по уровню внедрения принципов зеленой экономики, по становлению системы торговли квотами, в принципе, мы пока являемся единственной страной на постсоветском пространстве, которая у себя запустила систему торговли квотами. Ну, то есть, мы первые, кто вообще на территории СНГ запустил эту систему квотами? Да, да, и работающую, вот, поэтому, как бы, в глазах Европейского Союза, там, Китая, США, мы здесь впереди планеты всей, вот, но, в принципе, сейчас наши соседи уже к этому все ближе и ближе подвигаются, и сознание, и у руководства страны соседей наших, и у крупного бизнеса, оно уже практически у всех поменялось и движется в сторону зеленой экономики, поэтому нам здесь нужно смотреть, и, думаю, тот задел, который мы получили, организовав всю эту систему, да, приведя все мероприятия необходимые, мы, в принципе, можем здесь стать региональным таким хабом, да, то есть, у нас есть и международный финансовый центр, который, в принципе, мог бы стать каким-то финансовым центром именно зеленой экономики. А вот за рубежом вот эти торги, они где проходят? Это, то есть, ну, там, условно, NASDAQ, там, LSE, или это какие-то свои специализированные площадки? Как правило, да, это специализированные биржи, если возьмем Европу, то, в основном, 90% сделок это на европейской энергетической бирже EX. Ну, понятно, то есть, это специфичные, так и не... Да, это больше как энергетические, как товар, на того основном, как товарные биржи проводят. Они проводят торги, спот-торги товаром, или у них также есть фьючерсы. Фьючерсы обычно декабрьские, то есть, то время, когда у них идет, когда им необходимо сдать эти квоты. Ну, то есть, в период, скажем так, закрытия отчетности, они вынуждены покупать, продавать что-то, да? Вот про международную затронули, тоже вот этот вопрос меня волнует. Эта ситуация, наверное, всем известна в Казахстане. У нас, скажем так, ножницы цен, это всегда внутренняя инфляция и, там, внешние рынки, да? Если картофель за рубежом, там, в ближайшем за рубеже стоит дороже, то он, там, тоннами, там, тысячами тонн отправляется туда, и у нас дефицит. Вот здесь, в Казахстане, такая ситуация с торгами, возможно? То есть, ну, смотрите, я просто размышляю, если у нас это стоит, там, 1 евро, а в Евросоюзе эти выбросы, там, 50 евро за тонну стоят. В целом, идея же была такая, как глобальная, да, вот эта система. То есть, мы этими выбросами же можем торговать за рубежом? Ну, на самом деле, сейчас нет. То есть, для того, чтобы это можно было сделать, нужны какие-то межправительственные соглашения между Казахстаном, там, условно, Евросоюзом, либо какие-то странами, да? То есть, на данный момент мы не можем. Ну, и, в принципе, учитывая, что у нас имеются перевыбросы, да, то есть, мы не достигаем своей цели, я думаю, нам не стоит торопиться с этим, потому что нам нужно сокращать выбросы у себя внутри. Но, в принципе, как глобально, как основная идея и Европейского Союза, и Китая, и США, это создание международного рынка торговли углеродными единицами. И, в принципе, к этому движется. И, особенно Германия, она постоянно поднимает вопрос о линковании наших систем. То есть, о линковании мы сможем достичь только после того, как доверие будет у международных организаций, у стран, к нашей системе. Так, да, это мы напоследок оставим этот вопрос. Вот по поводу вот этого актуальнейшего вопроса по поводу цен, да, снова, но я к нему вернусь все-таки. Что делать в будущем, через, там, 10 лет, если вот электростанции или там теплоэлектростанции, да, будут вынуждены платить штрафы за вот эти выбросы, которые они, скажем так, да, не оптимизировали. И при этом цена для, там, допустим, населения бизнеса, там, за 1 киловатт в час, ну, приблизится, там, я не знаю, там, 30-40 тенге за киловатт, да. То есть, население бизнес не сможет покупать по таким ценам, они не смогут платить дальше эти штрафы. Что делать этим станциям, допустим, закрываться или... Ну, я думаю, через 10 лет они должны быть уже закрытыми к тому времени. То есть, им нужно сейчас уже какие-то меры принимать. У нас, в основном, все основные загрязнители – это предприятия, построенные в 60-70-х годах. И оборудование у них давно не модернизировалось. Поэтому сейчас уже время, когда... Ну, это было, грубо говоря, уже вчера, когда необходимо было начинать эту модернизацию. Соответственно, система торговли, внедряемой в Казахстане, внедренной в Казахстане, должна способствовать тому, чтобы стимулировать и как-то смещить эти последствия финансовые, там, закрыть часть расходов. И при этом, ну, плюс, если наша система будет нормально функционировать, я думаю, и средства международных институтов финансовых, они, ну, дешевые деньги, да. Ну, то есть, они готовы финансировать. Семьерного банка, да, они готовы финансировать. Ну, вот эти ближайшие 10 лет, которые у нас есть сейчас вот для вот такого переходного периода, да, пока вот мы, пока нам не начали, скажем так, предъявлять, да, международную сообщество, почему вы загрязняете пруд. В эти 10 лет, там, ближайший, там, год-два, что нам нужно делать? Ну, мы всегда стараемся поговорить и об общемировых тенденциях, да, ну, и сказать, что вот, что конкретно сейчас надо делать. Ну, основа любой системы торговли выбросами – это MRV, система MRV, Monitoring, Reporting, Verification. То есть, это мониторинг, отчетность и верификация. Вот она у нас поставлена с 2013 года в Казахстане и совершенствуется. То есть, есть определенные методические рекомендации, как считать эти выбросы. Есть группа компаний, которые аудируют и подтверждают эти выбросы. К ним есть вопросы, да, то есть, у нас в Казахстане сформировалась группа компаний, как и локальных, так и международных компаний, каких, как Lloyd Register, там, Bureau Veritas, TÜV, которые в Юрове признаны. Вот, и… Ну, то есть, они как международные аудиторы, скажем. Да, да, да. И, ну, как Big Four есть, да, в финансовой сфере, то есть здесь. Вот. И если будет доверие к этой системе со стороны международной, сообщества, то, в принципе, можно сказать, что система работает, и она отразится в будущем и в цене на рынке. Ну, то есть, сейчас нам нужно работать над вот этой системой, над повышением доверия к ней. Да. Ну, подсказывает мне, что время уже завершается нашей программой, да. Я напомню, у нас в гостях был Эрик Танаев, президент того товарной биржи Каспий. Поговорили сегодня о интересной теме, которая в Казахстане еще мало кем затрагивается и мало кем понимается. Хотя это вот наше экологическое будущее, за которое нам всем вот и населению, и бизнесу придется платить. Ну, а не затронули, не успели проговорить про нефтянку, что же будет с этой отраслью, да, как они будут торговать выбросами. Ну, как раз будет тема для следующей передачи. Я напомню, это программа Байдельдинов нефть. Увидимся через неделю на Атамикен Бизнес.